Чем плоха либо хороша система принципа разделения властей? Как должна быть организована власть, чтобы избежать узурпации узкой группы? Каковы варианты формы народной демократии? По поводу разделения властей, понимаете, вообще-то говоря, среди левых в коммунистическом движении очень сильно укоренена идея, которая восходит к работе Маркса и гражданской войны во Франции, где сказано, что коммуна, в отличие от буржуазного парламента, была одновременно и работающей, и законодательствующей корпорацией, то есть, иными словами, она преодолела разделение властей, и это может быть к лучшему, то есть не может быть, Маркс точно уверен, что это к лучшему. И действительно, тут есть довольно интересный момент, что разделение властей, ну, не очевидно, что это правильно работающая система, но, с другой стороны, разделение властей предопределено не только, как нам объясняют либеральные теоретики, стремлением создать сдержки и противовесы. То есть, вот с точки зрения либеральной теории, зачем нужно разделение властей? Кстати, это даже ещё с 17 века, ещё когда очень важно, это очень важно, когда исполнительная власть – это власть монархии, неизбранного народом, понимаете? Поэтому разделение властей совершенно другой смысл имеет у теоретиков, которые в 17 веке эту теорию, эту идею развивают, потому что есть власть легитимная, авторитарная, неизбранная народом, но, повторяю, при этом легитимная, и она должна быть контролирована другой властью, законодательной, которая ставит рамки вот этой неизбранной власти и её контролирует, поэтому сдержки и противовесы. Потом то же самое переходит уже на избранную власть, то есть на президента в Америке и на другие подобные родные институты. Но это, кстати говоря, аргумент не очень убедительный, и, по крайней мере, исторически подвергающийся сомнению. Но есть другой аргумент, который как раз гораздо сильнее, который, к сожалению, левыми не осваивается, не обсуждается. Он стоит в том, что просто есть некоторое разделение труда в политике и в государственном управлении. То есть заниматься одновременно законодательством и исполнительными вопросами, то есть быть всем сразу, в общем, очень трудно. И даже когда вы имеете те же самые советы, то, пожалуйста, советы через какое-то время выделяют исполнительные комитеты и фактически создают то же самое исполнительную власть, то есть получается то же самое разделение властей. Более того, наоборот, если мы посмотрим на британский парламент во время гражданской войны британской в 17 веке, то как раз он, как и советы, тоже одновременно и законодательствующая, и исполнительная власть. То есть, видимо, на первом этапе такая вот революционная власть, она всегда оформляется именно как единое целое, а потом, к сожалению, в силу специализации просто приходится делиться. Поэтому я не являюсь таким уже радикальным противником разделения власти. Я считаю, что в той или иной форме, наверное, какие-то, по крайней мере, годы, пока мы живы, это все будет существовать.